всем привет вот у нас выпуск сегодня углубимся в тему тормозов хочу начать с того что когда поехал забирать машину другой город так был занят самим процессом что и не посмотрел на передние тормоза для меня это и мало волновало в тот момент уже после того как я начал разбирать машину в гараже я с ужасом понял что предыдущий владелец зачем-то поставил тормоза от простоя 6 с двухлитровым мотором а это значило только одно что раз стоят такие суппорта то есть сам поворотный кулак не тот так какой 6 расстояние между креплениями суппорта гораздо больше но так и случилось мне нужно было искать оригинальные поворотные кулаки от с 6 это реально проблема найти их трудно из-за них просят космические суммы начиная 400 евро заканчивая тысячи нашел я поворот на кулаки в принципе не сказать что вы очень быстро но нашел теперь оставалось искать суппорта от porsche cayenne так как я искал именно 18z то есть диск литой нужен был минимум 18 под них соответственно изначально хотел использовать 17 но теперь тут нужно было искать другие варианты диски со временем я купил это не самая большая проблема а вот найти суппорта не так легко благо мне повезло и наткнулся на объявление на продаже таких в литве позвонив узнал о состоянии попросил придержать ненадолго позвонил знакомому попросил купить их и прислать мне а сам привел деньги ему на счет ну вот вы их видите собственно говоря на фото были в очень неплохом состоянии суппорта приехали вот мечта уже близко я всегда мечтал о жирных тормозах мечты начали сбываться тормозов 350 евро вообще скажу сразу о ценах на такой комплект диски тормозные по 80 колодки 60 евро комплект для зажима колодок 20 проточка дисков под ступицу audi 20 евро болты для суппортов 40 проставки из нержавейки для суппортов четыре штуки 50 евро проставки для ступицы около 120 евро с работой и что мы имеем без покраски цена такого комплекта получилась 820 евро с покраской будет все 900 в любом случае это дешевле чем купить готовый покрашенный комплект хотя конечно это проще и быстрее раз в 20 собрать весь комплект занял около 6 7 месяцев на моем случае это не страшно но если нужно быстро сразу по тратите 1500 на здоровье сайта к motorsport.net которые занимаются запчастями тюнингованными для ауди и вольсвагенов и так далее зайдем сейчас онлайн магазин просто посмотрим сколько будет стоить точно такие же суппорта с тормозными дисками переходниками специальными под под мой кузов просто ради интереса так выбираем ауди так 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 с шесть с четыре и в самом конце они где то были так так вот оно итак big break kit 18z точно такие же как у меня триста пятьдесят миллиметров диски точно такие же как у меня с перфорацией с насечками ну собственно говоря комплект стоит тысяча четыреста двенадцать евро вот так он выглядит два переходника такие две проставочки с болтами я понял здесь в комплекте идут сразу тормозные шланги что в принципе плюс хороший но два суппорта порошково покрашенных скорее всего полностью ремкомплекты стоят поршней всякие сальники штуцера все новенькое можно выбирать цвета я понял кстати у меня будет точно так стоп вот такого примерно цвета у меня будет они когда после покраски будут вот можно выбрать цвета наклейки разные наклейки скорее всего такие же как и я купил специальные термостойкие наклейки собственно говоря вот и ценник можно просто сравнить сколько они стоят и сколько получилось у меня вот так хотелось немного сказать про такой материал как алюмек в общем сохраняя присущую алюминию легкость этот материал выдерживает нагрузку как высокопрочная сталь используется самолет в строении автомобиле в строении при создании каких-либо инструментов корпусов формовочных форм станков ну и любых других приспособлений еще для чего-либо если взять по отношению прочности к весу детали то сплав прочнее титана а если взять по пределу прочности то где-то между сталью и титаном вообще-то то что было нужно в конкретных случаях для узлов моего автомобиля мы поговорим о тормозах конкретно тормозах которые вы ставите спереди что это за тормоза что за тормозные диски и как все это будет работать и почему куча всяких переходников и проставок будет но начну с того что оригинальных тормозов на такой мощности конечно же будет не хватать и уже проверенный многими многими сотнями тысячами людей вариант перехода на суппорта от Porsche Cayenne это 6-ти поршневые суппорта 18 Z называется 18 Z левый 300 почему все переходят на них в принципе очень легко найти ушатанный какой-нибудь Cayenne на свалке где суппорта обычно в отличном состоянии находятся и в принципе если посчастливиться можно за недорого их купить у меня получилось найти их в Литве вышло мне это 350 евро помог один очень классный вот он мне отправил эти суппорта он уже их там забрал и чтобы я не мотался в Литву он меня очень выручил помог спасибо большое суппорта достались в хорошем состоянии есть небольшие окисления уже на алюминии времени время берет свое но пыльники сами поршня как новенькие я даже не буду их на самом деле перебирать потому что пока не вижу в этом смысле суппорта будут краситься краситься они будут в синий цвет сохранятся оригинальные наклейки точнее я купил наклейки термостойки специальные точно такие же по-моему чуть-чуть но поменьше в размере ну не суть так что это Брембо Каеновские суппорта с 4.5 4.8 мотора вот эти суппорта в принципе бюджетные если повезет конечно найти и самое главное что крепление этих суппортов они по расстоянию крепежей друг от друга по пальцу где крепятся суппорта они одинаковые такие же как спереди на C4 на Audi S6 вот соответственно единственное что нужно это изготовить переходные маленькие такие втулочки вот такие вот чтобы вынести суппорт и отдалить его чуть-чуть в ту арки чтобы отцентровать диск правильно вот поэтому об этом чуть подробнее расскажу вот суппорта будет краситься состояние у них очень хорошее сейчас взял пока вот один суппорт чтобы показать наглядно как что будет диски конечно же оригинальные диски не подойдут не по вылету не по толщине сами суппортайте идут я уже не помню честно говоря помню 345 в оригинале идут на Porsche тормозные диски вот но есть вариант поставить чуть побольше даже ставят 360 миллиметров я уже остановился на 350 миллиметров это мерседесовские диски от 211 кузова они просто с перфорацией фирма ТЕ в принципе один диск если не ошибаюсь в районе 80Е там плюс-минус скидка была в общем до 100 два диска 200 евро но единственная проблема была то что диски мерсовские соответственно отверстие под ступицу было 71 миллиметр или 70 один я не помню я прикреплю картинку там будет показано точно уже забыл и эти диски мне просто растащили под вода удушную но опять все не так просто скажу почему пришлось изготовить кучу разных переходников и пластинок пластинок пластинки все эти сделаны из материала алюмек он очень прочный это сплав алюминия хитрый его используют в принципе в промышленности и по-моему даже что-то какая-то там облицовка космических кораблей в этом плане шабл также используется в гоночной индустрии часто делаются ступицы из него она очень сильной не подвержен в принципе и нагреву не деформируется в общем очень хороший стойкий но не дешевый материал две заготовки под каждую сторону одна заготовка на каждую сторону мне вышла в районе 60-50 евро то есть 100 евро это две болванки из которых вытащили такие вот две проставки суть какова так как диски у меня литые купленные с проставочными кольцами то есть они не чисто оригинальные аудио они естественно с проставочными кольцами чтобы не ставить пластмассовые проставочные кольца или какие-то другие покупные мы решили сделать по-хитому мы протащили ступицу оригинальную заподлицо чистое сделать 90 градусов угол без всяких пасок вообще без никаких пасок я прикреплю как будет видно соответственно на ступицу мы сделали такую проставку которая одевается у которой сразу имеется как это назвать правильно не знаю в общем эта проставка специально сделана чтобы на нее сел тормозной диск от мерседеса сделана чисто то есть диск сидит очень ровно то есть никакого люфта ничего нет соответственно плюс остается так как очень диски толстые соответственно накладывается друг на друга все проставки получается что этот диск было некуда даже одевать на ступицу если я не ошибаюсь я уже помню точно в общем такая проставка идет соответственно с другой стороны у нас идет еще одна проставка на которую уже одевается литой диск так это выглядит на нее одевается уже здесь литой диск и базируется по этому месту под литой диск пришлось все-таки изготовить небольшое проставочное кольцо опять таки оно будет садиться сюда чтобы центровать диск то есть там очень все хитро очень сложно не спрашивайте потому что тормозной диск от мерседеса суппорта от porsche от ауди литой диск вообще китайский то есть полный комплект короче всего я потом покажу как это выглядит на колесе и почему все это так сделали чтобы суппор подошел под оригинальный поворотный кулак от S6 были изготовлены такие втулки сделали из державейки сделали на CNC станках спасибо жены брату он сделал эти втулки собственно говоря идут суппорт и помогают его вынести помогают его закрепить и помогают его вынести на 16мм арки они помогают суппорт отодвинуть по моему 16мм вглубь внутри арки потом скинули чертеж еще будет видно то есть по площади можно и соответственно были куплены оригинальные аудиушные болты по моему от S3 И новый, точно не помню, такие болтики, очень мощные. И, соответственно, уже эти болтики идут в поворотный кулак, и все, наверное, попришно. Я потом покажу, как все выглядит. И были приобретены также армированные шланги наперед и назад. Но небольшая есть проблема, шланги пришли, так скажем, два шланга, которые идут назад, они идут с мама-папа, соответственно, их можно легко поставить, вкручиваем суппорт, другой конец идет на тормозную мегастраль. А спереди пришли с двух сторон мамы, как бы концы. Соответственно, поеду потом покупать банджо-болты с переходничком, ну и чтобы можно было вкрутить переднюю суппорту. Продолжение следует...